А неплохой мы взрыв мозгов вам устроили в прошлый раз, показав студию мечту каждого автомобилиста. Студию так и называемую Dream Car Design. И дабы избежать рецидива еще раз, вмятины от града, сумочки, футбольного, либо теннисного мяча, вмятины, не повреждающие лакокрасочную поверхность вашего автомобиля, теперь не повод рвать на себе волосы и потрошить бюджет. Сейчас таманна небесная для того, чтобы распотрошить страховые компании на каско либо осаго. Сейчас вмятины, заломы, можно ликвидировать легко, да еще какие заломы. А на оставшуюся дельту можно также легко сделать из своей кредитной балалайки шоурум, кинотеатры со звуком Dolby DTS, либо передвижной полуторакиловатный акустический комплект. Кстати, и что не может не радовать, специалисты действительно высокого класса, оперившись под нотарев в решении самых сложных проблем, теперь работают на себя. Это, естественно, снижает стоимость любой работы. Потому как, ну представьте, ни секретарь, ни директора, ни усложнителей, ни сложных проблем содержать не надо. Нет, конечно, в вашем праве обращаться по гарантии, в место, где нет гарантии, зато есть сертификаты, кривых понтов. Мы предлагаем вступить в клуб, в котором главный интерес – это безупречный вид вашего авто. Но безупречный вид вашего авто, будь ему 5, 10, 15, 20 и более лет – это предмет большего уважения, чем новая и абсолютно глупая цацка. Новую и бестолковую машинешку купить в принципе может любой. Но посмотрите, как оригинально и свежо может выглядеть 15-летний автомобиль. Особый китч – это аэрография. Тут надо разделять глупый и дешевый татуаж и произведение искусства. Каждый штрих этих картин оригинален и не имеет аналогов. И, конечно, в автосоциуме российском нет той индивидуальности, которая присутствует в бесподобных штатах. Но и там, и тут грамотная аэрография вызывает восхищение. И там, и тут восстановленный и ухоженный автомобиль – это предмет зависти нерях и гордости владельца. У нас тема эта еще более актуальна, учитывая фантастические цены на приличные автомобили. И имейте в виду особую специфику. Новая модель, модель свежая, в разы дороже в обслуживании модели обкатанной. Поэтому сегодня и сейчас надо понимать, что в разы дешевле купить достойное БУ и довести его до состояния нового авто, чем купить понтовую безделушку. Да, а разница между новой и БУ покрывает расходы на жестянку, восхитительную аэрографию, либо покраску. А также современнейшие акустики в разы. Надо только знать, где это можно сделать. В студии Dreamcar Design это сделают качественно и за искомую цену. И так реализация не прошло и месяца. Что еще удалось сделать? Ну, было сделано несколько проектов интересных автомобилей. Ну, конечно, главный проект у нас получился – это мотоцикл, который готовится к летнему мотоциклетному сезону. Вот, ну, сейчас, конечно, самого заказчика нету, но могу за него сказать, допустим, о сюжете данного проекта. То есть сюжет выбирался – волчья тема, да, то есть отталкивались от самого мотоцикла, и тема задавалась такая, что где-то переплюнуть, так скажем, американский аэрографический тюнинг. Я смотрю, даже проработаны вот каждая деталь и волосики даже на шкуре волка. Ну, это уже относится к качеству выполненной работы по аэрографии. Естественно, чем больше деталировка, тем более качественно выглядит и сама аэрография, и сам мотоцикл становится более интересным. Так, к слову о том, что сейчас в аэрографии полезны всякие люди непонятного качества. Ну, ладно, опустим их. В смысле, не будем о них ничего плохого говорить. Да, естественно. Теперь мы расскажем, что мы еще умеем делать. Ну, направление, естественно, у нас основное – это индивидуализация автомобилей и мотоциклов. Но, конечно, одним из основных этапов нашего развития – это, получается, ремонт автомобилей. То есть кузовной, беспокрасочный и, так скажем, покрасочный кузовной ремонт. То есть, если у человека есть какие-то проблемы по кузову автомобиля или мотоцикла, все эти проблемы можно убрать. То есть, это не только касается переда аэрографии, это и ремонтная покраска, и тюнинговая покраска. То есть, естественно, если кузов поврежден, все проблемы решаются в нашей мастерской. То есть, ну, если, допустим, кто-то к нам въехал, и надо людям что-то объяснить, что небитых машин в природе не бывает? Ну, да, даже люди, которые… Ну, я, например, очень долгое время работал в автосалонах города. Естественно, примерно около 30% машин, пока их довезут до нашего города, на них появляются некоторые повреждения, которые потом удаляются тем или иным способом. Вот у нас есть такая технология, которая беспокрасочная, то есть без нарушения лакокрасочного слоя. Она, естественно, более недорогая по своему производству. Ну, а если уже более серьезное повреждение, там применяются технологии, естественно, уже кузовные. Мы посмотрели, вот есть определенный какой-то у вас интересный такой аппарат. Вот, и я знаю, что часто люди просто берут болгарку, вырезают, долбят, потом заваривают в скрытой полости. Можно ли обойтись без них? Из таких, ну, совсем уже такие, кровопускательных сцен. Ну, я думаю, сейчас каждый уважающий себя частный автосервис, он обладает неким набором современных инструментов, которые позволяют сделать быстрый, недорогой, качественный ремонт, без, так скажем, без того, чтобы одно лечим, другое калечим. Вот, естественно, такой ремонт и по цене более дешевый, то есть он и легче, и современнее, и быстрее. То есть некоторые вещи мы можем очень быстро сделать. Мелкую подкраску, мелкий ремонт, это буквально за несколько, там, два-три часа машина отдается клиенту с быстрой сушкой. То есть все очень современно, быстро и качественно. У дилера машина пришла, машина прошла кузовной ремонт, кто-то наложил шпаклевку, ну, неважно кто, кто-то покрасил машину, кто потом за это будет отвечать. И как у вас все дело стоит? Ну, у дилера там есть стандартная процедура, они дают гарантию, ну, по закону это полгода обычно. Мы, конечно, даем гарантию другую. То есть пока я занимаюсь здесь этим делом, я даю гарантию на свою работу. То есть неважно, полгода пройдет, год там пройдет, два пройдет. То есть человек, которому я покрасил автомобиль, я отвечаю за свою работу. Это неважно, там, когда там у него краска, вдруг ни с того ни с всего облезет. То есть, естественно, если виноват я, я за это отвечаю. Неважно, полгода прошло или год. Видите, что за моей спиной? За моей спиной торговый центр «Славянский». Бывшая станция СТО «Вазовская». Вот повернем сюда. Стройдвор. Бывшая другая станция технического обслуживания, где обслуживались москвичи в основном. Вот. Вот этот замечательный проезд. То есть все уже не работает. Ни «Вазовское СТО», ни обычное СТО. Работают ребята. И вот туда проезжаем. Спокойненько. Так вот там ребята делают автомобили, делают аэрографии и делают, кстати, ремонт железа. И без покраски в том числе. Кроме всего, там они еще машину тюнингируют. Так что проехать и понять. Очень легко. «Славянский». «Стройдвор». И, господа, по авиационному. Вот туда. Вот.